Уважаемые братья, помилился Аллаху, как мы говорили, пропастились в месяц Рамадан, вступили в Новый Месяч Аллах, и дай Аллах, чтобы принял от нас от вас поклонение, чтобы Аллах, дано возможно пропаститься, для кто уже закончил в месяц Рамадан, чтобы принял от вас Аллах, и чтобы в следующий месяц Рамадан мы также смогли с вами, с нашими семьями, встречать поклонение, Аллаху Субхану Ата'али, этот месяц, и лично знаю некоторые братья, которые с нами в прошлый месяц Рамадан постились, а в этот месяц оступились от поклонения Аллаху Субхану Ата'али, были надужными, были боговаясными, но что-то случилось с их сердцами, и они сбились после всего Аллаху Субхану Ата'али, поэтому хотелось бы в этой хутбе упомянуть дуа, которая является, ученые говорят, когда человек заканчивает то или иное дело, когда человек пропастился в месяц Рамадан, как он должен обраститься к Аллаху Субхану Ата'али, когда у человека были какие-то сможетные ситуации в его жизни, и они закончились, как мы должны обращаться к Аллаху Субхану Ата'али. Это дуа это сура-то Юсуф, сура-то Юсуф. А ну там все говорят, то есть каждый из нас, если сейчас понял суру Юсуф, какой-то фрагмент помнит, кто-то всю суру знает, рассказывает, кто-то, например, кому-то, кому-то, ему в сердце входит, та или иная ситуация в этой суре, но учетно говоря, то, что Аллаху Субхану Ата'али, он сказал, весь этот нам рассказ, ай-усы, это али-салят, братья этого дуа, чтобы мы сделали акцент на этой дуа на последнее слова, что сказал Юсуф, али-салят, когда встретился со своими родителями, и ушел из-за этой жизни через несколько лет, в 101-й яд, но перед тем, как его напомнить, нам хотелось бы вкратце рассказать историю Юсуфа, али-салят, многие из вас его знают, эту историю, помню, когда в сургии учились, у нас был экзамен, это все, вот Юсуф и один, братья из Индии, когда нас спросили, какая история Юсуфа, он и вкратце, вкратце, я, али-салят, подсидент, subsidian Юсуфа потом его нашел, но мы хотя бы понимаем, что на протяжении всей этой истории были некие чудеса, связанные с Юсуфом, и все, али-салят, не будем даваться в подробности, чтобы мы с вами смогли полностью прочувствовать это даясь, 101-й яд, это Юсуф, вкратце, вспомним историю Юсуфа. Иосиф, во-первых, Аллах Субхану А. Т.е. сказал О, Мухаммад, мы тебе хотим рассказать о самой лучшей истории, которая приводится из истории этого Корана. История, связанная с Иосифом. Он, Иосиф, его братишка, сыновья Якуб А. Бельямин, они были два родных брата, от Якуб А. и от Еосифа. Остальные братья, они были братьями для Иосифа по отцу. И когда Иосиф, будучи маленьким, проснулся, и рассказал своему отцу, имена А. Т.е. я увидел во сне, что мне сделать всякое солнце, луна, увидел, как один из звезд поклоняется мне, в этот момент предостерег Якуб А. своего сына, сказал, да, так что он стал приятным, а не хватит, и 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 не рассказывает этот сон своим братьям. Они тогда, если бы позавидуют, устроят поташить себе какие-то поздние. В этот момент его остальные братья, любители как Якуб А. алисалам, так как они были два младшего сына, из его сыновей, любилых, Иосиф А. и Бельямин, и тогда предложили его убить. Атили из братья вполне нужно его убивать, давай выкинем его в колосец и подберет его тот караван, который будет проходить мимо этого колодца. И когда они уже собрались для того, чтобы сделать это замысел, который они, к чему они пришли, попросили Якуб А. алисалам, тогда Якуб А. алисалам сказал, я переживаю за него, вдруг его съест, мол, или вы его потеряете, что-то с ним случится, тогда они сказали, не бойся, мы будем за ним его уберегать. И когда они его взяли, выкинули его в колодец, пришли к вечеру к своему отцу Якуб А. алисалам, с его рубашкой, на которой была кровь, и сказали, что это кровь, Иосифа его съел волк. Но это кровь, которую они привели в жертву к А. алисалам, и вдруг кровь взяли и намазали его рубашку. Когда Якуб А. алисалам сказал, это то, что вы сделали, это вас, ваши дачи и ваши души к этому призвали, и Аллаху субхану а. алисалам сказал, как прекрасно, я буду проявлять сердение ради Аллаху субхану а. алисалам. То есть, чего вы это рассказываете, чтобы понять, через что прошел Иосиф алисалам, и как он бросился в конце к Аллаху субхану а. алисалам. Когда я приходил мимо, караван взяли, увидели, что это нашли ребенка в колодце. И тогда в тот момент продавали и такси для разы, маадуды, то есть за незначительную плату. Как, например, бывает, там раньше продавали автомобиль без документов, или там телефон без документов, там часы, они дешевле стоят, чем с документами. Так же его продали без документов, в виде арабаза какие-то гроши, и его купил уважаемый человек. Он рос в его доме, и когда вырос, он был очень красивым, его супруга хотела его соблазнить, супруга вот этого не может. И когда он сказал то, что я боюсь Аллаху субхану а. алисалам. И когда он убегать, схватил его сзади за рубашку, порвал данную рубашку. И то в этот момент, когда они выходили, она крепко закрыла двери, и когда выходили увидели, увидел своего супруга. И сразу же начала обвинять его то, что он хотел на нее напасть. И тогда один из ее семейства сказал то, что если вы увидите, что рубашка порвана в фенде, то тогда она права. А он обманывает, то если рубашка порвана сзади, то тогда его право она лжет. И когда мы видим, что порвана рубашка сзади, то истине этой скотине вашей, у женщины, поистине вашей козьей великий, сказал ее муж. И тогда, после этого, что Юсф Алисаджи в таком переживании, то есть, что хозяин не подумал, что он его предал в Божьем доме. И когда это все произошло, женщины начали говорить плохо об этой женщине, то, что она хотела его собратить. И когда она собрала всех женщин с поболевыми телем, с его красотой, в его красоте, они начали резать себе руки. То есть, что он сказал, это такой красивый человек, это не человек, поистине это великий, это какой-то ангел, красивый, то есть, это не человеческие красоты человека. После этого, что она сказала, это тот, в кого меня обвиняли, если он меня не послушается, не подчинится мне, то мы его посадили в черную. Тогда Юсф Алисаджи сказал, «Он, Господь, тюрьма для меня более убивее, чем то, к чему она меня призывает, чем это захища, чем это зина, чем это предательство по отношению к моему, тому человеку, который подобрал меня, выросил меня, воспитал меня». Просидел он в тюрьме, с ним было два человека, которые рассказали его сны, и тогда он, Сух Алисаджи, может, толковать сны. Это все. Я. Ахлян. То, что внук делал некое толкование. Когда сказали ему, в основном, толкование, но перед этим рассказал, что он из тех людей, которые поклонятся одному пламу, Сух Алисаджи, призывал, и сказал, что, когда столковало их сны, одному из вас казнян, когда вы идете с червы, а другой будет, работать во дворце правителя, правителя Египта. И сказал, «Напомни, когда ты выйдешь и будешь во дворце правителя, напомни обо мне, о моей истории, то, что я не виноват, просто так меня сюда посадили в эту тюрьму». И он забыл об этом и присидел еще в тюрьме, и это о сине. И так о сине, говорится, на трех, до девяти лет, у некоторых, это все говорится, что он просидел двенадцать лет, Аллаху радуй. После этого, через такое долгое количество лет, представьте, что бывает с тюрьмой с человеком, то есть теперь правитель увидел сон это правительство который может и вернулся сон правитель увидел так есть сны, тогда он дал ему это все эти у сна и сказал, спроси его, своего правителя, от той женщины, которая хотела соблазнить им, тогда правитель нашел ее, нашел всех их женщин и сказал, на охлата куплины и заработали на Юсуф, какая ваша история вот этой любви с Юсуфом, что случилось, как вы его хотели соблазнить, что он сделал, и тогда женщины напугались и сказали, мы его не соблазняли, ха-ш-р-р-да, пусть он правдив, он не нападал на эту женщину, и тогда она призналась, сказала, сейчас уже раскрыл истину, поистине он правдив, и тогда Юсуф Алиса нам сказал, почему это сделал, это для того, чтобы тот человек, который привыкнул меня к себе, понял, до него дошла истинная вот эта история, потому что ты ее бы не предавал за его спиной, и что было больно, что власть ухана для предателей никогда не ведет по прямому пути, не рада или можно, это человек предатель, а вообще тут все расстроится. Потом, когда он вышел из тюрьмы, правитель Египта взял его и сказал, ты будешь моим советником, тогда он сказал, дай мне возможность управлять всеми вот этими благами, которые есть на территории высокой Египты, я буду, ты увидишь во мне правдивого, честного человека, получается он стал вторым человеком после правителя, то есть все было в руках исправления этого Египта. Когда его братья пришли к нему, тогда еще не знали, что Юсуф Алиясалям это их братья Кусуф, а пришли к нему как к министру, чтобы просить у них еду, зерно, тогда он дал им и продал им за себестоимость и деньги, которые они дали ему положили в их сумке, чтобы они вернулись, и сказал им, что у вас есть брать, придите с ним в следующий раз, вы же видите, какой я справедливый, какой я щедрый, когда они вернулись к своему отцу, рассказали эту историю, еще открыли свои вот эти мечты, вы увидели то, что там плата, которые они давали за это, когда они вернулись к ним, сказали отец, это щедрый человек, Сухханаллах, отправь нас с нами, с нами, нашего брата Бенианина, мы будем за ним следить, будем уберегать, когда я Алиясалям сказал, так же я должен доверить его вам, как-то биловал Юсуфа, тогда он сказал, я не отправлю по славе, до тех пор, пока не возьму с по склятву, то что вы вернете с ним, и когда они пришли к Юсуф Алиясалям, с этим браком, взял его по себе, и узнали друг другому, сказал, ничего не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, и когда они уже начали его уходить, подкинул им такой сосуд был, который измеряли вот это зерно, это сосуд был правителем государства Египта, и кинул им в их сумки, и тогда, когда они уже начали уходить, один лошадный сказал, украли, если здесь вор и ловите их, тогда они сказали, что мы украли, вы знаете, что мы не пришли воровать, сказали, пропал сосуд правителя, что будет с тем задали же вопрос, если мы найдем его, тогда говорит, в тот момент в Египте, если вор и ловили, его брали в рабство, сказали, там будет, у кого найдете, тобой и оставите, и тогда он специально подкинул им в сумку своего брата, чтобы его оставить у себя, не для того, чтобы его сделать за рабом, а чтобы таким образом его оставить у себя. Когда они начали искать свои сумку, они ничего не нашли, открыли сумку Бениамена, и тогда он нашли там, и тогда сказал брат, его отец, пожилой человек, это младший наш брат, возник от одного из нас, вернее его, как мы можем кого-то другого брать, того, кто не виноват, тогда мы будем грешниками. И тогда этот брат сказал, то есть Аллах, не простит вам, наш отец, не простит, пока мы не вернемся с нашим братом, идите, расскажите всю ситуацию нашему отцу. И тогда Якуб, алейхиссалям, очень сильно переживал, и скучал по своему сыну Юсуфу. Отдолился от них, отвернулся, и начал плакать Якуб, алейхиссалям, до того плакал что? Якуб, алейхиссалям, как ты можешь так столько плакать, как ты можешь так столько вспоминать о Юсуфе, ты же заболеешь и умрешь. Я свою грусть, печаль отдаю Аллаху, его прошу, и говорю, чтобы он мне вернул моих сыновей. Когда они обратно идите, мои сыновья, вернись к этому человеку, найдите Юсуфа, его брату, и никогда не отчаянитесь с Милы Саллаху, Альхиссалям, отчаянитесь с Милы Саллаху, только не верующий. И когда они вернулись и зашли через разные двери, как им повелел их отец, сказали, тогда Юсуф Алейхиссалям, Вы вспомните, что вы сделали с Юсуфом и с его браками в тот момент, когда были приезжены. В этот момент они поняли, что до Юсуфа сказали, а ты Юсуф, ты же Юсуф. Он сказал, а я Юсуф, это мой брат. И после этого сказал слова, которые являются правилом нашей жизни. Поистине тот, кто боится Аллаха и проявляет термение, Аллах не оставляет без награды тех людей, которые делают добро на этой земле. И идите, возьмите эту рубашку, вернитесь, и мой отцор вернется ко мне уже зрячим. И когда уже караван возвращался обратно к отцу в пустыню, он уже прозрел. Ему вернулось, когда вы кидали рубашку по лицу, открылось, и думалось обратно к нему зрения. От радости, от чести, то сейчас он вернется к своему сыну. И приведите с моих родителей и своих братьев. И заходите, когда они заходили в Египет, сказал Аминус Субхалалай Ассаляму, заходите в Египет, с повелением Аллаху, вы здесь будете в безопасности. То есть второй человек после правителя Египта, это сын Якуба Ассалям, брат этих детей Якуба Ассалям и Юсупх Ассалям. Когда они зашли, он посадил своих родителей на трон, и они сделали ему поклон, ему братья, его родители. Вот когда стал папочка, помнишь? Это тот сон, который я видел еще в детстве Аллах. Сделали вариант истины. Солнца, луна, ты, мама и один из-за звезд, это мои братья. Когда они просили прощения у Юсупа Ассаляма, Юсупа Ассаляму, когда я спросили у Юсупа Ассаляму, когда я спросили у Юсупа Ассаляму, то есть я вас не буду ругать сегодня, братья. Шайтан между нами зашел, и я с вас не буду ничего спрашивать, что Аллах вас буду простили. Такое было доброе, широкое сердце Юсупа Ассалям. И вот после этого всего, сейчас мы приходим с вами о том айте, о котором хотели рассказать, 101 яйте, 40 юсупа. То есть обычно, когда человек вспоминает об Аллаху, когда ему плохо, когда хорошо забывает об Аллахе, как сказал раб Мухаммад, «Поминай Аллаха, когда тебе хорошо, тогда он не забудет себя, когда тебе будет тяжело». И вот в контексте нашей жизни, мы уже не братья, потому что мы видели, как быстро Рамадан наступил, и он быстро закончился. Так же наша амна, наша жизнь, она тоже закончится со всеми ее печальными историями, со всеми ее радостями, и мы все вернемся и станем перед Аллахом Сухаммад. И этот 101 яйт, как говорят Мухаси, обучает нас, как человек себя должен вести после той ситуации, которую он пережил, пусть она хорошая или плохая. В косичности Рамадана, посмотрите, мы в 30 дней молились, просили, а Аллаху Сухаммаду Ахе Али, таравейки вести, читали, таравейки читали, и после этого, что вы хотите, все, Рамадан закончился, и все наше баклоритие закончилось, мы дальше должны просить Аллаху Сухаммаду Ахе Али, чтобы он укрепил наши слова на пути Аллаху Сухаммаду Ахе Али. Или когда у человека была какая-то тяжелая ситуация, он так сильно молился Аллаху Сухаммаду Ахе Али. Когда у человека была болезнь какая-то, или у него с детьми что-то случилось, или что-то произошло в его джабраате, он так сильно просил и боялся только Аллаху Сухаммаду Ахе Али, а потом забыл об Аллаху Сухаммаду Ахе Али. Мужики, которые садились на корабли, он покинет врага, и их firmly когда садились на корабли просили Аллаху Сухаммаду Ахе Али. Когда достигали суши, шли делали щипы предавая Аллаху Сухаммаду Сухаммаду Ахе аль. Также, когда бывает человек, забывает об Аллахе, самолет взлетает, начинает вести, он вспоминает об Аллахе, а когда опять садится самолет, сейчас напомнили через когда он был маленьким колодцы один в темноте когда если так поступили его продали за грошей потом его хотелось оплатить это женщина его посадили не зашло в тюрьму все это время что с кем он не было ни бабу яму алиса не было ни маму ни братья никого не был один а с кем он был 101 я тебе сказал то есть с точки зрения разума человек думал так ты долго ждал скучал привести время с родителями пообщайся с ними еще больше он то есть здесь ученые говорят что ту милусть которую человек на себе видит он обращается сейчас мы когда с нами находимся в мечеть и потому что вы такие хорошие вот я пришел в мечеть астана ты меня наставил на этот путь ты там невозможно прийти сейчас учесть ты там невозможно пропуститься месяц ровно ты там невозможно давай сада ты там невозможно не знаю ты создать или месяц и не потом сказал что я не знаю ты мой привлеченный в этой жизни в охране как будто он говорит я москву мать аля когда в темноте в темнице один не было никого рядом ты мой был другой ты меня оставил я нас когда я был в колоксе еще ребенком не было ни папа ни мамы когда он так сильно нуждался в материнской заботе заботиться у отца не было никого ты был моим покровителем ты был моим другом выйдет у меня не похоряйся так и будет после этого он начал просить дуа и ученые после того как областях атака тебе что-то дал проси его еще любит так называемого рабы то есть как давно валах братья мои любимые даму возможно пропуститься без армада попросил аллаха дай аллах нам до следующего года на дожди применяться сделаешь что будет до конца свои дни и вариле дарин анатоллах в принципе поклонялись чтобы не стылись пути твоей армии то значит привязанность яска вам говорит отмулья не надо за ты мой ты мой покровитель ты мой близкий друг ближе к себе никого нет ни папы и мамы в этой жизни биллахи а потом другого стали мужчина начал потела посетку облачали позывали на аллаха это тоже и ступы когда мы хотим обратиться к Аллаху перед всех как говорится нужно позволить к Аллаху, субхану а ти'аме, сказать что в я знаю как попросить и буду восхвалять подними голову спасибо спасибо обращаюсь просьбой все почему есть верующие Я люблю, когда меня воспаляют, и так же Аллах и любит, когда его слушаются, но, несмотря на все обеты, Аллах не причинит вред и грешников, и не несет пользу поклонения и поклоняющих. Здесь Аллах обучил Аллах, что сказал, что сказал, что ты обучил меня, что помогло мне, было причиной, чтобы я вышел из тюрьмы. Ты создатель небес и земли. Ты мой друг, ты мой самый близкий друг в этой жизни. И потом сказал, что Аллах, а не мусульманин, сделай так, чтобы я умер мусульманином, чтобы я не ушел с этого пути, чтобы я был покорным тебе. И сделай так, чтобы соберегли вместе с праведниками судный день. Поэтому, уважаемые братья, мы просим Аллаха в контексте, прошедшего Рамадана, и благодарим Аллаху, что он дал нам возможность пропуститься. Благодарим Аллаху, что нам возможность быть в поклонении в этот месяц, не быть где-то в храмах дела. Мы должны признать, что это от Аллаха нам хитая. От Аллаха нам хитая. Когда говорили про Мухаммаду, что мы привели ислам, и мы вместе с тобой, это сердце поставили к Аллаху. Тогда Аллах сказал, что сказал, что он делает отложение на то, что привели ислам. И в любой ситуации, в которой мы с вами переживаем, тяжелые, трудные, хорошие, радостные ситуации, не забываем, в первую очередь, благодарить Аллаху. И мы говорили, что все, что мы имеем от туркат Аллаху, здесь мы показываем, что боль, вахид, агахаб, агахид, агахов, агахид, агаххуд, агаххуд, агаххуд. То, что, субхану ай-вхан, обращающие в сердце, мы сходим, и потом, после этого, благодарим Аллаху не просим дуа. Иисус, алейхиссалам, прожил ясно в Кангизе и покинул, я токмир. Я говорю, не слушайте. Астабху Аллаху алейкум и салатам и муминам и кули дземлих. Астабху Аллаху алейкум и салатам и салатам.